Соловецкий Никита Просто, конечно, победил. Ну, хотелось бы толкнуть 165 килограмм, выполнить мастера спорта, но пока не судьба. Ага, я теперь понял. А я смотрел и рывок, и толчок. Ты шел на какие-то там, показал запредельные веса, хотел вот именно чего добиться. Я хотел выполнить мастера спорта, ну, и чтобы потом присвоили мне его. Ну, этот вес покорялся до этого тебе уже? 133 еще не рвал. Я рвал только 132, а 165 толкал. Было дело. А по сумме вот это для тебя предельный вес или там еще запас, да? Ого-го. Да, еще есть запас небольшой, но есть. Со скольки лет начали тренироваться вообще? Ну, мы тут пытались с мамой тоже вспомнить дома, со скольки лет он начал тренироваться, потому что изначально его привели в зал просто для борьбы, чтобы ножки подкачать, чтобы джудом занимались. А потом так получилось, что вот Никифоров Лев Константинович его приглядел и с палочкой вот они там прыгали, прыгали. Вроде мы даже внимания не обращали, там, что они там делают. А в итоге получилось, что как-то стали куда-то его возить, там, так же с этой палочкой, с какими-то маленькими весами там работать. И так как-то вот пошло, вот, ну, на Берестово вроде бы стали ездить, там нас присмотрели вроде тоже. И вот в итоге вот докатились даже вот до победителя. Хотя здесь у нас уже был старт, третье место у нас тоже было здесь. В прошлом году? Да, в прошлом году было третье место. Ну, со сборными ребятами сложно зарубаться, конечно. Ну, сейчас его тоже вроде приглядели. Работаем. Судя по всему, сегодня получилось-то зарубиться, еще и победить. Хотя плотная, да, действительно, сегодня борьба была. Вот можешь поделиться, как удалось стратегически обыграть своих соперников? Да, особо никакой такой стратегии не было. В рывке, конечно, планировалось порвать эти 33 килограмма, а в толчке 65 толкнуть все-таки хотелось. Такой особой стратегии не было. Я шел примерно на те веса, которые делал. У нас, естественно, цель-то, как бы, хотелось бы отобраться, вот, как бы, и на мир. А суммы, вот, ну, пока маловато, получается, этой. Тем не менее, прогресс налицо по сравнению с прошлым годом, да, я так понимаю. Много работали. А на чем вот за прошедший год, можете сказать, на чем концентрировались, так скажем, в работе, что сегодня вот добиться большего результата? Да, все в рабочем порядке. Просто его вызывали на сборы. Там подточили, конечно, технику, это очень заметно. Вот, а остается только, как бы, работать, пахать. Конечно, хочется поинтересоваться дальше, какая высота, какие планы на ближайшее будущее. Ну, дальше, конечно, цель-то мир, отобраться на чемпионат мира, который будет в Мексике. А потом Европа, где будет у нас в Казани. Ну, хорошо, у нас тут все примерно стабильно отвечают, что, ну, это радует, потому что победители уже формируют нашу сборную. Думаю, что мы, мне кажется, достойно конкуренцию, да, на международной арене окажем. Ну, мы надеемся. Нам по-другому нельзя, сложившаяся ситуация сейчас вообще в целом. А что бы ты мог вот посоветовать или пожелать ребятам, мальчишкам, которые смотрят, например, эфир, либо только на первые шаги делают тяжелые атлетики, либо, может быть, вообще подумывают и приглядываются со стороны? Ну, надо, конечно, в любых фильмах, если какие-нибудь неудачи, никогда не опускать руки и идти к своей цели, ставить себе какие-то достижимые цели, планку. Никогда, как бы, не переоценивать свои силы, иногда такое тоже бывает. Вот. Так, в основном, все как обычно, тренироваться, тренироваться и тренироваться. Сколько понадобилось времени от начала таких серьезных тренировок до сегодняшнего первенства, чтобы вот прийти к победе? Ой, я даже не знаю. Может быть, я года три вот прям так упорно тренировался, чтобы вот достичь этой цели. А помогает или мешает вот тренировать сына вообще? Какие плюсы и минусы? Уже давно как-то перешли эту грань. У нас нет такого, что, как это вот раньше, там, пап-пап-пап-пап. Спокойно работаю, как бы, в режиме, как спортсмен-тренер. И сам с ним вроде бы даже пытаюсь там что-то делать. И ему веселее, и мне для формы, как говорится. Сейчас просто, к сожалению, ну, в основном проблем-то у всех спортсменов. У них какие-то курсы постоянные, там, и так далее, репетиторство. Поэтому очень сложно вот это и действительно им тренироваться, совмещать все вот это вот, все свои занятия. Ну, вот пока получается. Можно сказать, конкуренты у тебя есть, ты их знаешь, дышат в спину, поэтому не расслабляются. Это хорошая мотивация, мне кажется, да, для развития. Да, конкуренты были очень серьезные. Всех ребят я знаю. Мы пересекались на сборах тоже, поэтому, да, конкуренты очень серьезные. Кто-то смотрит эфир, трансляцию, можете привет передать, сейчас сразу сказать, уже все, победа одержана. Только если мама смотрит сейчас на работе. Не знаю, мама, если тебя видишь, привет. Супруга, привет тебе. Все-таки мы смогли. Да, все-таки они смогли, это правда. Тогда поздравляем вас, желаем новых побед. Теперь уже все, попал под объектив камеры, будем следить пристально за дальнейшими победами. Поздравляем. Спасибо. Спасибо.